Всем привет, с вами Димон, вы на канале Всю Китай. Ну что ж, буквально пару минут назад закончилась очередная новая презентация компании Xiaomi. И знаете, сегодня представили три новых смартфона, три, представляете? И это все случилось буквально за полчаса. Но дело в том, что я сидел и эти полчаса сходил с ума и ловил офигенные фейспалмы. Да уж, короче, друзья, присаживайтесь поудобнее, берите чай, печенюшки, вкусняшки и, наверное, что-то покрепче. Ладно, но перед этим напоминаю, друзья, что я всем вам хочу сказать спасибо, кто донатит. Потому что это очень хорошо, потому что минимальная небольшая помощь каналу, это всегда приветствуется. Поэтому, друзья, ссылочка на донаты в описании. Всем, кто донатит спасибо, а у кого нет денег или он не хочет донатить, то просто напишите что-то в комментариях, а также поставьте лайк данному видео. И я все равно вам скажу спасибо, вы красавчики. Ну и красавицы. Признаюсь, честно, я сидел, смотрел и охреневал от того, что нам представили. Фух, ладно, давайте начнем говорить про смартфоны. Потому что сегодня представили Redmi Note 9 Pro. Вот так вот, друзья, и да, этот смартфон будет продаваться на глобальном рынке. И в Украине, и в России, и в Казахстане. Короче, везде он будет продаваться, потому что это глобальная версия смартфона, не индийская, скажем так. Давайте поговорим про дизайн, потому что он, ну, никак, блин, не отличается от индийской версии или же от обычного Redmi Note 9S. Хотя есть отличия. Скажем так, небольшие косметические изменения. С фронтальной и с тыльной части у нас, конечно же, стекло, защищенное Gorilla 5-го поколения. Торцы выполнены, конечно же, из пластика. И сканер с пяти пальцев находится на торце. Все без изменений. С фронтальной части у нас, конечно же, есть большое каплевидное чудо, которое находится по центру. Ну что ж, экран тут на 6,67 дюйма. Это IPS-матрица с Full HD Plus разрешением. В качестве процессора Snapdragon 720G. Набор памяти 6,64 или 6,128. Аккумулятор на 5 тысяч 20 мАч. И, конечно же, 30-ваттная зарядка идет в комплекте. Ну, а вот теперь обсудим фишки, потому что они все-таки тут есть. И, во-первых, тут прокачали вибро, потому что тут прям вообще продвинутая вибрация. Ага. Есть NFC. Хорошо. Защита от брызг. Хорошо. Есть инфракрасный порт для управления техникой. И, конечно же, USB Type-C и разъем для наушников. Над камерами не заморачивались. Они в точности тут такие же, как в Redmi Note 9 Pro Max. Для Индии, да. Главный модуль на 64 мегапикселя от компании Samsung. Плюс ширик на 8 мегапикселей. Плюс 5-мегапиксельный макромодуль. И плюс бесполезный 2-мегапиксельный типа портретник. Да. И фронталочка на 16 мегапикселей. Ну что ж, в целом смартфон адекватный. Но прям чего-то крутого я не заметил. Экран обычный. 60 Гц. И все. Ну такое себе, да. Чего-то сверхъестественного нет. Процессор 720G. Да, окей, нормальный. Но он по факту ничем не лучше, чем Helio G90T в Redmi Note 8 Pro. Да и в целом, если посмотреть, то от Note 8 Pro, Note 9 Pro мало чем отличается. Он как бы типа лучше. Там Qualcomm, там банка побольше. Но это не глобальные изменения. И самое забавное, что меня удивило, это, конечно же, стоимость данного смартфона. Потому что базовая версия 64 обойдется в 269 долларов. И стоимость, скажем так, не самая уж крутая. Потому что, к примеру, сейчас в Украине можно купить за 200. За 200, 200 долларов. Realme 6. 4.64 с гарантией, друзья. В официальном, грубо говоря, магазине. 200 баксов. Смартфон, у которого, по сути, в точности такие же. Камеры. Экран. Ё-моё, 90 Гц. Да, процессор Helio G90T, а не Snapdragon 720G. Блин, ну все равно. Это 200 баксов. Прямо сейчас. А тут Redmi Note 9 Pro за 269 долларов. Ну, не знаю, как по мне, дороговато. Причем очень даже дорого. Если честно, данный смартфон вызвал у меня не так много эмоций, как следующее чудо, которое нам показали. Да, обычный Redmi Note 9. Я ожидал хороший, нормальный бюджетник. Вот такой, знаете, дешевенький, мощненький, прям то, что надо. А представили непонятно что. Ну, во-первых, дизайн тут на любителя. Да, скажем так, тыльная часть смартфона напоминает Redmi Note 9S или же Redmi Note 9 Pro, который сегодня представили. Ну, а там теперь у нас есть сканер отпечатков пальцев на задней крышке. А вот с фронтальной части у нас уже есть отверстие в левом верхнем углу. А снизу огромнейший подбородок. Прям такой, знаете, солидный. Наверное, он в точности такой же, как в Redmi Note 8T. А там подбородок большой. Полностью, прям полностью пластиковый смартфон. То есть начинка находится в панцире. Это прям такой кокон из пластика. Офигеть! Какой нахрен пластик? Redmi Note 7. Стеклянная задняя крышка. Охрененные торцы. Как бы, типа такой ударопроченький смартфончик. Redmi Note 8. Пожалуйста. Стекло. Чувствуется такой дорогой, хороший материал. Торцы тоже из пластика. И тут Redmi Note 9. Полностью пластиковый смартфон. Такой обмылок. Который, в принципе, даже напоминает Redmi 8. Да, Redmi 8 напоминает структуру данного корпуса. Да уж. Ладно, давайте обсудим характеристики. Потому что экран здесь на 6,53 дюйма. Это IPS-матрица с Full HD Plus разрешением. Максимальная яркость 450 нит. Частота обновления экрана обычная 60 Гц. В качестве процессора Helio G85. Интересное, скажем так, предложение от компании Mediatek. Это 12-нанометровый процессор. Набор памяти 3,64 или 4,128. Аккумулятор большой на 5000, 20 мАч и быстрая 18-ваттная зарядка идет в комплекте. Фишки тут тоже присутствуют. Ну, во-первых, про NFC не забыли. Защита от брызг типа есть. Инфракрасный порт для управления техникой тоже есть. Большой полноценный лоток для сим-карт тоже есть. И разъем для наушников, конечно же, присутствует. Над камерами вообще не заморачивались, потому что фронталочка на 13 мегапикселей. Основная квадрокамера на 48 мегапикселей. Это сенсор от компании Samsung. Плюс ширик на 8. Плюс бесполезные еще два модуля по 2 мегапикселя. Короче, камеры в точности такие же, как и в Redmi Note 8. Честно говоря, смартфон меня вообще не впечатлил. Особенно, если вы узнаете стоимость данного смартфона. Потому что базовая версия 3.64. Кто, блин, сейчас представляет смартфон с 3 гигабайтами оперативной памяти? Ну, Apple, не в счет. Мы говорим про дешевые Android-смартфоны. Ой, боже. Версия 3.64 200 баксов. 200 баксов. Блин, еще раз напоминаю. За 200 баксов сейчас можно купить Realme 6. Смартфон, который будет лучше во всем. Прямо сейчас. Ссылку оставлю в описании. Это не реклама, друзья. Просто я зашел, посмотрел, что можно сейчас... Окей, успокойся, Димон. Все хорошо. Идем дальше. Версия 4.128. 249 долларов. А, кстати, еще забыл сказать, что за те же 200 баксов сейчас можно купить с гарантией в любом таком топовом магазине Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro. Версия 6.64 глобалочка за 200 баксов. Пожалуйста. Я в шоке. Я в шоке. Но это лишь мое мнение. Свои, конечно же, напишите в комментариях, потому что, возможно, я там не разбираюсь и бла-бла-бла. Возможно, вы считаете, что это адекватные цены за вот такие вот смартфоны. Ну и последнее чудо это Xiaomi Mi Note 10 Lite. И знаете, это прям вообще плевок в душу, потому что по-другому я описать это не могу, потому что зачем вообще представлять данный смартфон? Да, все верно. Дизайн тот же. Чуть-чуть только камеры отличаются, да? А все остальное без изменений. Вообще прям без изменений. Спереди и сзади у нас защитное стекло. Торцы выполнены из алюминия. Экран на 6,47 дюйма. Это AMOLED матрица с Full HD+, разрешением и обычная частота обновления экрана. Да, есть, конечно же, поддержка HDR10. Ну и самое, ой, плохое лично для меня, это изогнутые края экрана. Да, они тут есть. В качестве процессора Snapdragon 730G. Ой, ё-моё, ни хрена не изменилось. Набор памяти 6,64 или 6,128. Аккумулятор в точности такой же, как в Mi Note 10, да? На 5260 мАч и 30-ваттная зарядка идет в комплекте. Конечно же, в смартфоне есть NFC, продвинутый вибромоторчик, защита от брызг, инфракрасный порт для управления техникой, разъем для наушников. А вот теперь обсудим камеры, потому что фронталка на 16 мегапикселей, а вот основная типа интересная. Главный модуль на 64 мегапикселя Sony MX686, плюс ширик на 8 мегапикселей, плюс модуль на 2 мегапикселя от Амакро и плюс бесполезный 5 мегапиксельный модуль для размытия заднего фона. Как вы понимаете, никакой оптической стабилизации тут нет. Никакого двухкратного или трехкратного, скажем так, оптического приближения тут тоже нет. Это обычный стандартный смартфон. Ладно, окей. За версию 6.4 просят 349 евро. Версия 6.128 400 евро. И у меня, ну, один большой вопрос. Кому нахрен нужен данный смартфон? Потому что за те же самые деньги можно купить обычный Mi Note 10. Обычный Mi Note 10. Даже вообще не заморачиваясь. Короче, я просто охренел от данной презентации, потому что представили непонятно что. Цены неадекватные. И, скорее всего, буквально через пару-тройку недель после старта продаж цены на данные смартфоны рухнут вниз. Потому что конкурентов очень-очень много. Я понимаю, что компания Xiaomi, ну, типа, эй, бренды, все дела. Но, блин, вы так очень быстро растеряете всех своих фанатов. Я конкретно расстроен, потому что за те же самые деньги прямо сейчас можно купить куда интереснее смартфоны. Даже от той же компании Xiaomi. Ну, что ж, на этом все. Надеюсь, данное видео вам понравилось. С вами был Димон, канал Всекитай. Всем удачи, всем пока. Сидите дома и не болейте. И ждите адекватные смартфоны от компании Xiaomi. Ну, по крайней мере, хотя бы цены, чтобы были адекватные. А они в любом случае будут адекватные. Ну, через пару-тройку месяцев. Потому что за такие деньги явно никто не будет покупать эти новые смартфоны от компании Xiaomi. Ладно, всем удачи, пока.